В комнате у нас и ванная, и гостиная, и спальня. Елена Белоус показывает дом, в котором живет несколько десятилетий. Загородная 16, это в районе Мамайки. Из удобств изначально только холодная вода, все остальное жители дома сделали сами, как могли. Это строение возвели без малого полвека назад, первоначально как казарму, но затем его переделали под жилой барак. Поставили перегородки, двери, получилось 18 квартир. Сейчас здесь живет 55 человек. Деревянный дом не раз горел, то проводка подводила, то газовые плиты. Топливо здесь баллонное, отопления нет. Балки все уже давно сгнили, вот все шатается, вот видите, все торгается. Впрочем, здесь даже прыгать не надо, чтобы понять, этот дом свое отжил. Еще в начале 80-х его признали непригодным для проживания. Но возможность переехать в новые дома люди получили только сейчас, благодаря городской программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Адрес уже известен, Альпийская, 27. Насколько квартиры готовы к приему жильцов, проверил глава Сочи Анатолий Пахомов. В ближайшее время 66 семей переедут сюда. Еще 33 отметят новоселье до конца года. В тех условиях, в которых они живут, эти условия нечеловеческие. И мы поставили перед собой задачу их всех переселить. И как бы это трудно ни было для бюджета города, как бы это ни было трудно для администрации, мы все равно выполним эту задачу. С 2012 года из ветхого и аварийного жилья в новое переехали более полутора тысяч сочинцев. В планах на 16-17 годы переезд еще в 675 человек. Это 20 домов. Ну а в бараке на загородной уже начали укладывать вещи. Татьяна Сорокина, и родители которой, и бабушка с дедушкой жили здесь, надеются, что ее дети будут расти уже в более комфортных условиях. Вот уже ездили, смотрели квартиры, сказали, ждем, собираем по магазинам, просим, чтобы давали коробки пустые нам, чтобы собирать вещи. Будем переезжать. Пока для пятерых детей Татьяны местом для игры остается комната. А тем временем во дворе их нового дома уже завершается монтаж детской площадки. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ».